Приветствую зрителей форум хаоса, меня зовут Пётр. Добро пожаловать на мою фазенду. Расскажу и покажу, как растёт арбуз, чем мы занимаемся и с чем сталкиваемся, какие трудности, какие нужны затраты. В общем, поехали. Всё началось с детства. Работал летом с родителями на бахче. Собственно, самая лучшая игрушка была эта мотыга. Потом начал учиться, уехал работать в Москву. Приехал с Москвы и не смог удержаться. Обратно взялся за мотыгу и начал заниматься бахчо. Сначала в 2008 году начали сажать суходольный арбуз, который без полива. И потом плавно перешли на полив, потому что меньшее количество гектар с максимальной отдачей. Вот этот вот сорт мы привезли из Бразилии. Это сорт Манчестер. В Бразилию мы ездили в арбузную столицу. Бразилия, город Уруана. Наглядно видели, как выращивается там арбуз. К нам приезжали с Бразилии, учились, смотрели. В 2017 году молодая пара смотрела, как мы выращиваем арбузы. Считала затраты. Им, собственно, понравилось. Затраты у нас составили 1000 долларов. У них затраты гораздо выше. То, что у них нет зимы, и у них прогрессирует болезнь. И каждую неделю нужно опрыскивать химию, чтобы арбуз не сожрали. Букашки, таракашки. В общем, то, что нет зимы, мы думаем, это плюс. А на самом деле для сельского хозяйства это минус. Это более затратно и технологически затрачиваемая часть больше, чем у нас. У нас благодаря холодным зимам все те бактерии, грибки, вредители, они просто вымерзают и дают возможность произрастать арбузу без болезни. Нужно каждому сходу поклониться раз 10. Выхлоп, ну, затраты примерно, сейчас я вам скажу, рубль на килограмм продаем в зависимости от года и урожайности. Бывают 50 тонн с гектара, бывают 110. И здесь как бы можно маневрировать ценой. Если есть урожайность, то ниже цена будет, и все равно как бы можно выйти в хорошую маржу. Но, честно скажу, это бывает очень редко. Примерно раз в 5 лет. Потому что рынок, все друг на друга смотрят, особенно в Сулецком районе. И этот рынок, он очень конкурентный. Конкуренция очень большая. Нету здоровой конкуренции, потому что кто работает официально, им очень сложно. Это у нас рассадник для арбузной рассады. Рассада находится вот в таких кассетах. Вот здесь она стоит, помещается 100 тысяч корней в эту небольшую теплицу. Благодаря кубатуре мы ее практически не топим, потому что здесь объем очень большой. И солнце, когда проникает сюда солнечный свет, здесь очень жарко. Но мы, собственно, это ощущаем. Зимой, в зимний период, если солнце выходит, здесь всегда плюсовая температура. Удобряем арбуз при ранней стадии, когда высаживается рассада. Арбуз, он такой стоит, как в реанимации, плюс погодные условия сказываются. Весна бывает очень холодная. И чтобы нагнать корневую систему, даем селитру для того, чтобы корневая система была развита. Нитратов бояться не нужно, потому что бывает такое, что нитраты показываются там, где и удобрение не применялось. А нитраты показываются в том случае, если арбузы что-то не хватает. Превышение именно идет. Многие думают, вообще зачастую такое мнение идет, что нитраты... Про нитраты начинают говорить тогда, когда начинают продавать арбузы. Но то, что зимой едят помидоры, никто не задумывается. Нитраты у всех в норме. Есть специальный сертификат, сертификат соответствия, где это все прописывается. И если превышение, то этот арбуз уже не попадет на прилавки. Кто переживает за нитраты, требуйте сертификат на точках. И я думаю, у всех он есть, у всех присутствует и у всех он в норме. Благодаря электричеству здесь появилась возможность поливать арбуз и сделать поля на орошение. Вот, собственно, непосредственно скважина, которая питает магистраль. Вот здесь глубинный насос стоит на 25 кубов. И уходит вся эта вода в магистраль по подземному водопроводу. Вот она идет. Встречается напротив другой скважины. И лайфлетом, это магистраль зеленая, шланг, идет на середину поля. И потом на каждый ряд подается вода. Здесь в этом ряду идет капельная лента. Вот наглядно видно. И она закрыта мульчирующим слоем пленки для того, чтобы влага не испарялась и не рос сорняк. Где есть влага, где есть тепло, сразу начинает прогрессировать сорняк. Пленка спасает от сорняка и от испарения влаги. Сейчас, если туда нажать, там влажно, сыро. И это все способствует для развития арбуза. Вот он, собственно, арбуз. Он растет, он наливается. Сейчас поливаем по 4 часа. Но то, что жарко, ему не совсем комфортно. Вот те арбузы уже начали отсыхать от жары. Потому что не хватает именно той влаги. И хотя мы можем больше сделать вылив, но это будет губительно для растений. Здесь уложено капельной лентой 50 километров. По затратам, если считать с нуля, это примерно 100 тысяч рублей на гектар. Полив дает очень хорошую урожайность. От 50 тонн до 110. Были годы, когда у нас была урожайность 110 тонн. Такое редко, но бывает. Ошибки были в начальной стадии, когда мы начинали заниматься на поливе. Ошибка была перелив. А арбуз, он не очень-то сильно и любит перелив. Если идет перелив, он начинает болеть и потом угнетает. Мы не знали, как поливать. Потом купили влагомер и уже начали мерить влажность и начали меньше поливать. Арбуз, он растет. Даже если его не поливать, он приспосабливается. Арбуз – это такая культура, которая приспособлена даже с минимальными осадками вырастать. Если минимальные осадки, то он очень сладкий. Пусть он не такой урожайный, но у него сладость по бриксам будет зашкаливать. Есть поливные участки, не у всех есть электричество, но сейчас с каждым годом все больше и больше полей электрифицируется. И благодаря нам, и благодаря вам, то, что люди посмотрят. Но у кого вообще нет электричества, используют генераторы. Ошибки, конечно же, были. Это не соблюдение севооборота, потому что бюджет не позволял. Использование более дешевых материалов, нехватка информации. Поэтому и завел YouTube-канал, чтобы обмениваться опытом. У нас сейчас огромная группа, называется «Бахчеводы». Там бахчеводы сидят со всего мира, и мы делимся информацией, поддерживаем друг друга. Знаем, какая цена в стране, какая ситуация, какие болезни, чем лечить. И это все способствует для снижения себестоимости на килограмм и дальнейшему развитию именно бахчеводства. Просто мы любим свою работу и показываем, как мы это делаем, показываем на своем канале. И многие действительно звонят нам, говорят, рассказать, поделиться технологией. Мы очень много придумали для поливного арбуза, как это сделать. И это сейчас повсеместно. Я даже вижу в районе, что вот эти техпроходы, их раньше никто не делал, а сейчас они, можно сказать, на каждом поле присутствуют, потому что это жизненно необходимо для поля. Придумали использовать культиватор КПШ для междурядной культивации. Арбуз, он сам по себе, он же не вверх растет, он стелится по земле. И получается так, что третья культивация, она самая тяжелая, плети уже расплелись, а сорняк нужно как-то уничтожить. И спасение это именно культиватор плоскорез, культиватор КПШ. И сейчас кто попробовал этот культиватор, даже вот есть бухчеводы с Молдавии, они ездили за культиватором в Польшу, именно за этим культиватором. А эта разработка еще советская, и сейчас используют именно на поливе. Прыскивают арбуз побелкой, чтобы он не горел. Либо накрывают бумагой, либо снегурочкой, либо газетой. И тоже это в Ставропольском крае начали делать, то, что мы показали у себя на Канаде, и это делают. Плюс погрузка у них в Бразилии совсем другая. Ну и тот сорт, который мы привезли из Бразилии, он сейчас уже по всем странам СНГ разошелся. Это уникальный сорт, который очень транспортабельный, очень по вкусовым качествам. И он не дает расщепления, и с него можно собирать семена и также использовать. Также для арбуза нужна ветрозащита. И мы по периметру сажаем кукурузу, кукурузу сахарную. Она служит как ветровой барьер. Также мы ее оставляем в осень и в зиму. Здесь скапливается снег, и потом эти осадки питают нашу землю. Сажаем клен. Вот он маленький, но за год он вырастает до метра. И через метр везде посажен клен. Потом эта кукуруза убирается и остается на этом месте клен. И тоже служит как ветровой барьер и для сохранения снега. В общем, служит для снегозадержания. И если посмотреть вот на ту сторону, этот клен уже вот два года, он идет как живая полоса, как живая изгородь. Потом это будет, ну, как забор, как барьер. Мы находимся в центре поля, и здесь наглядно видно, как поле разделено на четыре части. С этой стороны у нас рожа зимая, с этой стороны арбуз поливной. И дальше по кругу мы сажаем именно арбуз. Через четыре года мы вернемся именно на это место. И рож даст бешеный урожай, как в Краснодаре, 60 центнеров. Это все связано с поливом, потому что влагозарядка идет земли, плюс минеральное удобрение. Потом эта рожь на себя принимает и дает очень хорошее урожай. Если воборот, обязательно нужен, чтобы избежать болезни. Поле должно отдыхать, и через четыре года мы только сюда возвращаемся. Ну, а сейчас поговорим, как выбрать спелый арбуз. Конечно, спелый арбуз выбрать на бахче достаточно проще, чем на прилавке. Его наглядно видно. Вот эти полосы, они более выражены. Вся цветовая вот эта вот палитра, она уже идет на созревание. И арбуз начинает таким восковым налетом покрываться. Самое простое смотреть вот на эту лопаточку. Если она отсохшая, то арбуз поспел. Также есть вот такой вот усик, он тоже должен быть сухой. Не путать вот с этим вот хвостиком. Конечно, когда он доедет до прилавка, он отсохнет. Но многие путают, что вот этот вот усик должен быть именно этот сухой. Это неправда. Вот этот вот должен быть сухим, и лопаточка сухая. Сейчас это зеленый, арбуз зеленый, белый. Есть много мифов, что девочка вкуснее, мальчик не такой вкусный. На самом деле, самые вкусные арбузы – это крупные арбузы. Бывает так, что при погрузке падает арбуз, разбивается, самый крупный. И когда из него выковыриваешь серединку, начинаешь есть, он просто мед. И ешь, и понимаешь, что он оказывается с песком, но руки все равно тянутся, потому что он реально мед. Это бывает именно непосредственно во время погрузки. Самые сладкие арбузы – это на бахче, их реально выбрать. Как на прилавке выбирать, там уже другая технология, но на бахче видно визуально, что арбуз поспел. Это плеть выдает, она садится, восковой налет, и вот эти вот все полосы, они более яркие. Ну а здесь у нас стоит пушка для отпугивания ворон. Она нам помогает сберечь наш урожай. Она стреляет с периодичностью от получаса до двух минут. Там таймер стоит. В общем, идеальное спасение для нашего урожая. В Сульдетском районе все занимаются. И здесь, можно сказать, дети выросли на полях, играя с арбузами. Я не считаю себя, что я там какой-то потомственный. Просто люблю свою работу выращивать арбузы, и мы этим и занимаемся. Про Сульдетский арбуз. Вот, собственно, мы на нашей Фазенде зарегистрировали бренд в том году именно Сульдетский арбуз, потому что я понимаю, что под нашим брендом продают очень много арбузов не с нашего района. И как-то трогает это, и надо защищать. Конечно, это затратно, но мы сделали это, получили сертификат именно на название. Это Сульдетский арбуз. И будем продвигать его уже в дальнейшем на нашем канале. Да и наш район очень хорошо продвигает именно эту тему, именно Сульдетского арбуза. Арбуз, он как бы... Ну, Сульдетск, он же и является арбузной столицей России. Здесь только в нашем районе посажено свыше 50 тысяч гектар арбуза. Это только официально. А если неофициально, то там, наверное, все 100 тысяч. Очень много, очень много полей вкус арбуза. Он получается настолько сладкий, что за ним едут со всей России. И его здесь сожирают в огромнейшем количестве. То есть климат способствует для этой сладости. Так что все приезжайте к нам за арбузом. Мы всем рады и накормим каждого жителя нашей страны наши сладкие ягоды. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!